Министерство юстиции продолжает работу по оцифровке базы данных и созданию единых электронных реестров, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, сообщил министр юстиции Анри Борцит в начале пресс-конференции. Мы обратились к руководству МНС. Мы достигли на тот период соглашения договоренности о том, что мы будем готовить эту программу и создавать некую единую платформу для более быстрого и оперативного обмена данными. В рамках этих измышлений мы пришли к тому, что нам необходимо будет в перспективе создать некую тройственную систему электронно-цифровую, которая будет включать в себя три основных ведомства. В первую очередь, как регистрирующий орган это Министерство юстиции, как первичное внесение данных. Министерство по налогам и сборам, которое автоматически сразу видит, что тот или иной индивидуальный предприниматель или юридическое лицо зарегистрировано и уже ожидает это лицо для постановки на налоговый учет. И промежуточно это органы госстатистики, которые должны присвоить соответствующие коды классификаторов деятельности. И в рамках вот этой вот единой системы, на наш взгляд, по итогу ее полномасштабного, полноценного внедрения для непосредственно гражданина, который открывает индивидуальное предприятие, либо юридическое лицо, там совокупность граждан, открывающих юридическое лицо, будет намного комфортнее работать в рамках вот единой платформы. Для государства главное удобство – возможность сверять часы между ведомствами. То есть, если какое-то лицо учтено в Минюсте, но почему-то не указано в налоговой, то у властей есть возможность это увидеть. Год назад в Министерстве юстиции также поставили перед собой цель создать единую цифровую платформу записи актов гражданского состояния и нотариальных действий. Смысл той задачи, которую мы перед собой поставили год назад, заключается в том, что мы понимаем острую необходимость в рамках 21 века сегодняшнего времени иметь централизованную базу данных актовых записей на протяжении последних 100 лет, условно говоря. Но прежде чем приступить к этой работе, мы проделали иную работу. Она была связана с тем, что мы на протяжении месяца проводили тотальную опись того объема работы, который нам предстоит впереди в плане цифровки записи актов гражданского состояния. То есть, здесь два направления. Направление номер один. В течение года нами была уже разработана эта платформа. Могу довести до сведений широкой общественности, что эта платформа уже в тестовом режиме в плане пилотного проекта апробируется в трех ЗАГСах Республики Абхазия. Программа показала себя стабильной. Она показала себя функционально надежной. Показала себя безопасной по своим показателям. В плане интерфейса она оказалась удобной для наших сотрудников. Поэтому в перспективе мы готовим нормативные предложения для полномасштабного внедрения этой программы на территории всей Республики Абхазия. По словам Андрея Борцит, все эти действия в конечной перспективе направлены на создание единой платформы, которая может превратиться в многофункциональный центр «Мои документы, госуслуги». Иными словами, это будет центр обращения в одно окно. Но для того, чтобы такой центр когда-нибудь получился, его можно было открыть, мы убеждены, что первичным фундаментом этого центра должны быть те данные, которые мы сегодня имеем на бумажных носителях, и именно те данные, которые мы с таким усердием пытаемся цифровать на протяжении уже более чем года. Перспектива абсолютно однозначно есть. Мы медленно, но методично движемся в этом направлении. Говоря о количественном составе политических партий, министр юстиции отмечает, что изначально ведомство получает пофамильный список с паспортными данными. Однако при перерегистрации подается лишь количество партийцев. Это нужно менять. У нас готовятся нормативные предложения законодательного характера для того, чтобы на данном этапе мы получили возможность, в том числе и в период перерегистрации, получать персональный состав политических партий. И отдельно мы готовим электронный реестр зарегистрированных у нас политических партий для того, чтобы мы могли на базе министерства юстиции, используя эту программу, видеть, являются ли одни и те же лица участниками двух и более политических партий, что нарушает требования законодательства. Поэтому такая база у нас тоже находится в стадии разработки. Уже месяц как коллектив Минюста приступил к подготовке программно-целевого документа «Стратегия развития министерства юстиции до 2024 года. Минюст 2024». Это решение было связано с тем, что мы реализовываем ряд задач на пути к целям, реализовывая на протяжении года, исходя из так называемых технических необходимостей. То есть мы, осуществляя прямые функции Минюста, понимали, что вот здесь нам необходимо сделать вот это, а вот здесь нам необходимо сделать вот это. В конечном итоге мы в течение года провели существенный мониторинг тех направлений, которые нуждаются в системном преобразовании. И в рамках этого комплексного подхода мы пришли к тому, что у нас готов план подготовки концепции развития Министерства юстиции, еще раз повторяюсь, до 2024 года. Это будет широкомасштабный программно-целевой документ. Когда мы выйдем с презентации этого документа, мы, конечно, скажем о том, что понятно, что, наверное, не все, что в этом документе мы заложим изначально, удастся нам достичь, но мы считаем, что этот концепт должен быть неким идеальным нашим, во всяком случае, видением и дорожной картой развития Министерства юстиции. И мы амбициозно хотим попытаться реализовать, скажем, большую часть того, что там заложено. По плану до конца февраля следующего года будет представлен окончательный вариант стратегии. Ей предстоит пройти одобрение высшим руководством страны.